Партнер проекта Марк Формель. Марк Формель. Удовольствие от хороших вещей. Вот если по украшению, то у нас украшают Кировский район гораздо лучше, чем другие. Посаживают очень много цветов. Цветов и в принципе у нас зелени, много леса. Когда едешь и кругом все красиво, то естественно все замечательно и настроение хорошее. У нас есть парк культуры и отдыха, поэтому там тоже замечательно. Там очень много зелени. И набережная превосходная, и деревьев много. Оснокамск, Зеленый, парк Победы, парк имени Ленина. Основные парки, которые еще в советские времена при строительстве города были заложены. Они в общем-то так и есть. Сейчас как бы более-менее благоустраиваются. Растения вполне обычные, просто когда ухожено, много зелени, много цветов, это приятно. Радует и глаз, и настроение повышает. Ну и воздух, соответственно, лучше становится. Индустриальный. Может быть, Ленинский, потому что парков много. Ну, парк Горького. Это вроде бы Ленинский район считается. Может быть, аллея на Компросе, парк около Бурши Хромой Лошади. Сквер на Хохряково. А в индустриальном районе Балатовский парк и парк Миндовского, Черняевский лес. Ну, наверное, Орджоникидзевский, там тоже очень много всего. То есть, куда выехать, отдохнуть семью, тоже есть очень хорошо. То есть, там лесов тоже, в принципе, достаточно много. В Орджоникидзевский район только заезжать. То есть, там вот этот лес, там очень хорошая вот наверху площадка, где буква Орджоникидзевский район. И там очень приятно. То есть, там построили всякие площадки разные. Там чаще всего мы-то с семьей ходили шашлыки жарить. Закамск, потому что много леса. Набережная, то есть, ее чуть-чуть надо только, ну, так сказать, подремонтировать, да, что-то. А так, ну, как бы красивое место очень, да. Широкий разлив там, ну, у реки приятно погулять летом. Кировский, потому что мы там живем. Много деревьев и парков. Создает зелёность. Посередине дороги у нас клумбы. Ну, желательно, конечно, чтобы были везде, но хотя бы там, где много людей. Это у нас есть, где много людей. Может, Липовая гора. Там же много, Липовый парк. Ну, там, когда цветут липы, сходите сами. Там такой аромат, как будто там мед. Везде. Мы там живем, у нас там статус самих большой. Окна откроешь, везде всё жёлтое будет. Всё в этом, в пыльце. Только единственное беседок. Беседки, когда делают, там люди начинают всё портить. Мне кажется, что лучше даже беседки не стоит делать. Но это моё мнение. Потому что везде мусор сразу же появляется. Так пришёл в лес, погулял и прекрасно. С собачкой погулять можно там. Ну, с детьми мы просто выходим, иногда просто подышать свежим воздухом. Для меня важно, какие ценные породы деревьев использованы. И насколько сложно их привить в наших условиях. Появляются новые. Вот совершенно уникальный парк. Создали в Свердловском районе на развязке. В общем, туя, которая для нас не характерна, она прижилась. Это удивительно. В таком загазованном месте она цветёт. Я люблю любоваться садом, ещё сохранившимся, с реликтовыми породами деревьев, телефонного завода. Это Пермский район. Все поселения у нас абсолютно зелёные. Куча полей, куча лесов. И каждое село и каждая деревня представляет из себя сгусток зелени. Сельское хозяйство развито, парки, леса. Мы просто пригород из-за этого. Отдыхать ходим, наслаждаемся, получаем заряд энергии и, конечно, дышим свежим воздухом. У нас цветы растут в полях. Самые оригинальные клумбы – это те, что сделаны из самой природы. Полевые цветы.